Самые главные изменения основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия. Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса Всебелорусского народного собрания, наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочия. Как я не раз говорил, ВНС – это наша веча. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов. Ну, наверное, последнее событие всех вас убедили, не только вас, но и белорусские народы, особо не верующих, что нам не следует бежать за принципами, нормами, укладом жизни там. Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они, ну, делают, как делают. Вы это видели. У нас Всебелорусское народное собрание появилось давно и сыграло свою великую роль. Особенно первое Всебелорусское народное собрание. Иногда кадры эти мелькают в нашем телевизоре. Тогда это вече спасло страну. Это я вам говорю как президент, который инициировал это собрание. Мы провели шесть Всебелорусских народных сходов, собраний. Какой же это новый орган? И он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю, никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакой Конституции Лукашенко под себя не делает, потому что, правильно эксперты наши отмечают, что Лукашенко другая Конституция может быть и не надо. Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Так мы защитим основы государственности, сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу, что все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы и подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойней вокруг нас не стало. У каждого собственные интересы. Беларусь на перекрестке всех дорог. Спокойной жизни здесь никогда не было и не будет. Даже если мы будем бегать, на коленях стоять, за теми или иными странами и государствами, спокойно не будет, потому что через нас проходит главная дорога. Вот они пройдут через нас туда и обратно, и нас нет. Как это было во все времена. И в 812 году. Первая мировая война. Ну, при чем тут Беларусь, казалось бы. Уничтожили полностью территорию, страну. Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Что от нас осталось? Ближе мы уже знаем и понимаем. Поэтому, ну, Господь нас поселил на этом клочке земли. И никуда не денешься. Нужно обеспечить нормальную жизнь на этом клочке земли для этих десятка миллионов человек и пару миллионов гостей, которые сюда каждый год приезжают. Поэтому очень многое будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу роль и мою роль в истории. Мы останемся в истории. Худо-бедно мы создали свое независимое суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века. Но ладно, мы, часто об этом говорю, для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство. Убедить людей, надо каждого убедить, что сегодня не личное главное, а главное в целом для нашего общества сохранить нашу государственность. Должен вас предупредить, что те, кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали. А это не надо. Нам не надо новая конституция. Дорогие мои, да чего вы тогда хотите? Вопрос. Они уже выработали план. Я направил в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы все видели, чего они хотят. Но это посмешище полное. Это план их беглых там за границей для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь. Просто смешной. Я уже видовидавший человек, читаю и думаю, неужели опять запад одуреет и даст под это деньги. Я к чему это говорю? Что они уже готовятся. Они уже готовятся сломать конституцию и если у них план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларусь. Ну, история учит, что ничему она не учит.